По итогам двух дней верхней строчки турнирной таблицы занимают хоккеисты из Московской области и Челябинска. На второй позиции клубы из Санкт-Петербурга и Красноярска. Команде «Бурые медведи» из города Ачинска накануне удалось обойти снежинских волчат, а сегодня они сразятся с московскими ястребами. До того, как самим выйти на лёд, красноярцы следят за игрой других команд, чтобы поучиться на их ошибках и не допускать ляпов в своей битве. Настрой команды, конечно, только на победу. Потому что расстояние не близкое, проехали. Соперники все равные. Каждый матч важен для команды. У нас не было игр с другими регионами. Сейчас мы на этом турнире попробовали себя, как выглядит команда на уровне других регионов. Лидеры турнира «Орбита» и «Адмирал» вышли на лёд с одинаковым количеством очков, но уже в начале матча зеленоградские ребята начали вырываться вперёд, не давая возможности противнику забросить шайбу. Все три периода её пропускал только «Адмиральский вратарь». Только за 8 минут до конца игры хоккеистам из Владивостока всё же удалось заработать одно очко. Итог встречи 4-1. Ребята очень стараются. Действительно, они показывают высокий уровень. Всё-таки это уже дети, которым исполнилось по 10-11 лет. Они давно уже занимаются хоккеем. И проведение таких турниров, участие в таких турнирах повышает именно их мастерство, потому что они встречаются с различными соперниками. В турнире участвуют шесть команд. Каждая сразится друг с другом. И уже завтра пройдут две завершающие ледяные баталии. По итогам всех встреч определится не только сильнейшая сборная, но и лучшие игроки. Самые результативные получат путёвку в летний лагерь школы высшего спортивного мастерства. Кстати, отличившихся хоккеистов отмечают по завершении каждого матча. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.